приветствую всех на канале я наталья и сегодня я хочу вам показать как задекорировать заготовку павлин если вам интересно оставайтесь со мной и приступим сегодня мы декорируем с вами павлином перышки я уже показывала как делать будем декорировать филигрань и конечно покажу как все задекорировать как все прикрепить чтобы все надежно держалась если вам интересно оставайтесь со мной и приступим и начну с ответа на вопрос какой размер филиграни у меня получается 35 миллиметров на 25 26 миллиметров это самая маленькая филигрань из этого разряда и вот я ее использую очень красиво смотрится именно на перьях можно использовать любой страз у меня вот такой вытянутый если есть овальный тоже можно использовать цепочку я буду использовать два с половиной миллиметра и одну сторону цепочки я вымеряю вот так вот по одной стороне у меня выходит раз два три 4 9 звеньев а вторая будет на два звена длиннее раз два три 4 вот 9 звеньев и на два звена длиннее раз два три 4 5 11 и что я делаю дальше так где моя картонка чтобы не испачкать стол вот я использую вот такую если мне надо если нет я просто беру в руку и наношу клей наношу достаточно много клея но его вот так растягиваю чтобы он не просочился через вторую сторону на данный момент мне это не надо и просто беру и накладываю вот этот страз сюда немного оставляю место здесь чтобы у меня закрепилась цепочка на одну сторону цепочки я пока у меня подлиннее покороче вот это покороче 9 звеньев я укладываю вот сюда вот и теперь наношу клей на вторую сторону и полностью как бы закрываю все края вот этой стороны хотя по моему даже 10 звеньев будет ушу здесь у меня чтобы не торчало вот 10 звеньев вот видите картонка нужно чтобы не испачкать стол потом клей от стола как бы не совсем так удобно его там отзирать так одна сторона у нас получается более вытянутая и как раз вот мы повторяем все эти формы камня страза вот такое дело уже уже получилась красота на макушку вот сюда я приклею такой же цвет тоже вот такой камень остренький и я могу это сделать прямо прямо сейчас чтобы это все у меня подсохло чуть-чуть прежде чем я приклею другие стразы и даю закрепиться для последующего декора буду использовать мелкие страза вот у меня бумажка это я на бумажку высыпаю что потом просто не собирать по всему столу эти стразы очень удобно обратно в пакет пересыпать распределяю чтобы мне было удобно хватать их беру карандаш так карандаш конечно лучше перед работой подточить сейчас я смотрю вот мой ножик и я просто беру и вот таким образом его подтачивать так сейчас я это прямо сделаю то забыла две секунды две секунды это чтобы у меня просто стразы не падали потом вот острый вот вы видите все отлично теперь я беру клей беру или грань и прямо вот так рядом совсем вот со стразовой цепочкой наношу клей вот таким образом клей закрываю и теперь подбираю сразу сюда я подклеиваю мелкие стразы мне нужно как бы именно чтобы получилось вот такая цепочка вот эта голубенькая чтобы мне подходила по цвету здесь можно чуть больше страза чуть меньше большого значения не имеет если у вас есть стразовая цепочка в таком цвете конечно можно использовать ее у меня ее нету поэтому вот вот я использую мелкие стразы и все это дело украшаю вот таким образом сделала это с одной стороны переворачиваю делаю это с другой стороны так клей можно убрать пока что и теперь вторая сторона именно вот эта полосочка она дает как бы сказать вот такое внимание на нее не просто белая именно вот это голубенькая окантовочка она привлекает к себе внимание очень красиво смотрится и вот так я обрабатываю полностью все филигрань филигрань я задекорировала вы теперь просто беру бумажку и обратно все высыпаю очень быстро и удобно я беру свои подготовленные перышки и вот так их распределяю чтобы видеть где какие по размеру больше меньше чтобы начать работу так будет более заметно вот именно когда они вот так разбросан и самые длинные перья я буду использовать для декора вот этой части внешней средней части именно павлина и я беру где-то здесь но два сантиметра мне даже тут больше вот примерно вот так вот у меня будет отходить вот это часть именно вот это самая нижняя часть хвоста павлина при работе все лишнее убираем чтобы никуда ничего не прикрепил прикрепилась вот эти заготовочки у меня их на хвост идет 4 штучки их можно приклеить на сами перья или можно будет приклеить потом я подклеила на перья просто нанесла клей и подклеила и вот эта часть у меня будет именно оформляться павлин вот здесь крыло я вот держу смотрю надо обязательно сравнивать все чтобы у вас не получилось что один хвост павлина больше другой меньше вот и что я делаю дальше я придерживаю и смотрю где здесь можно закрепить закрепить вот именно вот эту проволочку вот у меня как раз вот сюда она входит так еще раз проверяю хвост нет чуть-чуть длинный получается значит надо куда-то выше вот сюда чтобы не получилось что у меня слишком длинный или слишком короткий вот и теперь вот я огибаю павлина вот и я могу зацепить вот сюда здесь нужно использовать какой-то если у вас ногти подсобочный вот так не могу слова найти но в общем что то что можно схватить и вот так затянуть и делаю это два раза вот вы видите получается маленькая такая закрепка но зато вы будете уверены что ваш хвост павлина уже ничего никуда не денется как бы будет хорошо держаться так все я затянула и вот эту вот проволочку я затем куда-то вот сюда подклею лишнее я обрезаю вот и вот это все по ходу вот хвоста павлина можно это все закрепить края вот так закручиваю и именно вот в полотно хвоста уходит с этой стороны у нас все чисто ничего не цепляется и здесь тоже у нас все чисто так у меня нагревается пистолет сейчас еще чуть-чуть и продолжим работу так и теперь мы вот эту главную часть хвоста саму длину распределяем именно по длине вот этого хвоста так сначала я подклеиваю хвост вот здесь просто закрепить подклеиваю вот эту часть где у меня проволока я наношу клей и чем-то холодного так прижимаю видите с этой стороны все чисто и с этой стороны все чисто что я делаю дальше придерживаю пальцем вот где у меня подклеена отодвигаю и вот так распределяю наши вот эти красивые перышки по сторонам чтобы не получилось так что вы подклеиваете вот просто клей да и вот одна часть просто подклеилась остальная торчит вот убираю все лишнее чтобы именно вот эти перышки у нас уходили в хвост они просто под хвостом были и теперь также придерживаю наношу клей вот сюда на все вот эти детали на которые будут приклеиваться хвост павлина давайте я отверну что там было видно обычно я работаю сразу все это наношу и ну чтобы вам было видно вот отодвигаю все лишнее и сейчас клей нанесу вот на все эти вот ближайшие павлине как бы части так сюда и вот сюда и теперь чтобы у меня хвост не перевернулся как бы все вот эти вот так самого павлина переворачиваю и так сейчас пистолет включу чтоб стоял так 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 удобно все одной рукой делать вот все и теперь получается что все вот эти перышки они у нас не подклеены а вот они вот пушистые и вот так вот двигается если вы просто нанесете клей клей приклеит вот эту часть и ну как бы она не будет вот такая пушистая а нам надо чтобы хвост был пушистый и можно сказать одна часть у нас уже подклеена теперь мы берем следующая перышко и вот его чуть-чуть вот выше устанавливаем чтобы хвост у нас не было ровный а как бы вот если знаете стрижку постепенка вот у нас тут будет постепенка и смотрю где бы тут прикрепить теперь вот этот вот отрезок здесь у меня негде прикрепить ровненько вот потому что здесь срезы это все уйдет поэтому я немножко вот этот сюда прикреплю вот огибаю сейчас дам закрепиться и вот вокруг вот этой вот части сейчас все это закручу придерживать вот вот именно отсюда она уже не ускользает никуда вниз нету вот этой прорези так с этой стороны теперь через вот эту сторону на обратной стороне у нас будет бантик я планирую наверно вы уже видели белых павлинов у меня с бантиками и вот это вот ничего не видно это все будет скрыто но зато у нас все получается очень крепко все держится вот так и теперь распределяю примерно где вот это я приклею так кончик подгибаем чтобы у нас на всякий случай ничего нигде не кололась и теперь я нашу клей и подклею и прижму и вот таким образом я я креплю все перья сейчас закрепиться и дальше покажу как работать и у закрепилась теперь я могу перышко двигать вот так туда-сюда и вот я располагаю тоже как как бы мне хотелось чтобы она располагалась сначала я подклеиваю вот здесь основание можно чуть-чуть его потом двигать потому что здесь можно будет еще одно перышко приклеить вот видите я подклеиваем только основание чтобы иметь возможность двигать туда-сюда и теперь поступаем точно так же вот так отгибаем распределяем стороны чтобы у нас получилось или чтобы вам было видно давайте вот так буду держать вот распределяем стороны так пока вот это чуть-чуть отодвинем чтобы у нас не приклеились и вот так все в сторону и теперь наносим клей на ближайшие вот эти вот павлини и вот эти перышки и вот так не даем закрепиться прижимаем закрепляется следующая перышко снова вот так устанавливаем чтобы у нас вот павлиний хвост был красивый не не обрублены не слишком-то такой покоцанный как бы еще выбрать слова и вот у меня здесь следующая где я могу закрепить ты туда-сюда закрепляю и так я закрепляю практически все неудобно пинцетом вот этим все свои перья чтобы они держались получается что клей вот тут внизу клея нету насквозь как бы и все вот эти перья будут очень надежно закреплены так два раза есть теперь можно лишнее отрезать и закрепить вот здесь между основанием вот есть вот места куда можно это все спрятать и вообще не будет даже не видно ни колодца ничего ну и вот так продолжаем сначала я подклеиваю основание чтобы она у меня держалась и затем буду распределять перышки вы видите у нас получается вот такой красивый пышный хвост но тоже надо не переборщить чтобы не получилось что вверх павлина у нас маленький а хвост слишком большой надо всего дозировать снова я вот так отодвигаю все все вот тут чтобы не приклеить лишнее и наношу клей и теперь вот так вот поворачиваю все теперь можно прижать и я знаю что все основные вот эти перышки у меня не будут приклеена будут вот так вот красиво шевелиться и дальше продолжаем вот подклеиваем еще чтобы сделать именно вот этот овал именно хвоста также подклеиваем вот эту часть что теперь я делаю дальше я беру пирог где у меня подклеена красота и примеряю как же это все будет смотреться ну конечно идеально одинаково сто процентов все не получится поэтому вот я примеряю ну как бы чтобы у вас хотя бы что-то одинаковое было одно перо будет здесь другое здесь и другое вот тут повыше расположение конечно каждый может менять но у меня вот так пока откладываю вот я прижимаю своего павлина хотя можно вот вы видите здесь добавить еще чуть-чуть вот чтобы закрыть вот эту часть и затем сверху прибавить красоту да именно так и сделаю вот у меня маленькая часть хотя подождите так вот это все в процессе все это видите все меняется 10 раз нет маленькую все-таки вот сюда вот эти маленькие детали их можно просто приклеивать но в любом случае я один раз обвернула чтобы я уже была уверена что у меня все будет хорошо держаться хотя подождите даже не надо вот я возьму сейчас лишнее обрежу вот таким образом все это немножко вот видите даже когда я провожу мастер-класс я все равно в процессе у меня что-то вот идеально у нас все будет закрыто так как мы это все приклеиваем придерживаем чтобы у нас лишнее все нигде ничего и вот именно в такое вот положение когда у нас все держится только тогда наносим клей вот таким образом все у нас скрыто прижимаем и если тут клея чуть-чуть не хватает добавляю и даем закрепиться вот все края у нас теперь за закрыты там сейчас посмотрю вот это наверно нет все таки вот это да вот перышко вот и тоже постараюсь где-то прикрутить при вот чтобы у меня все держалось я люблю чтобы все было надежно так сначала с одной стороны и затем придерживаю с другой стороны и вот так два раза я туда-сюда все это дело закрепляю вот и на эту сторону выношу теперь и затем подклею и теперь расположение вот этого пера проволоку конечно же подклеиваем если у вас получилось чуть ниже где-то закрепить хорошо если нет то вот так как я делаю закрепляем вот здесь у меня перышко и делаю расположение вот таким образом у меня будет расположение здесь у меня все закрепилось снова отодвигаю перышки мы все вот так вот чтобы самая красота у нас была вот и что в этом случае теперь мы не сюда наносим клей а вот на вот эту вот проволоку где у нас вот основание и вот таким образом и резко убираем клей чтобы не получилось у нас вот этих тянущихся перьев и чтобы у нас все склеилось все прижимаем и даем закрепиться вот видите все у нас скрыто все у нас красиво теперь у нас идет следующая часть вот сюда вот посмотрим тоже у нас все прикрыто поэтому можем прямо вот так закрепить вот здесь располагаем потому что следующий у нас будет вот прямо вот здесь наверху как я уже говорила это может быть ниже это может быть выше как у вас получается сейчас натяну так что-то мешается не схватить так и не можно подклеить сразу здесь наверху будет достаточно клея поэтому можно отрезать сразу и подклеить все это конечно в процессе работы надо смотреть где подклеить где что вот и теперь поворачиваю так устанавливаю как мне надо смотрю на пышность так вот вот в этом случае буду наносить клей вот сюда на край чтобы подклеить именно перо поэтому тоже все выкладываю чтобы мне ничего не захватился клей вот эта лапка мне сейчас мешает уберу ее вот и вот сюда на нашу клей достаточно много и подклеиваю вот эту нашу часть прижимаю и даю закрепиться если у вас вдруг получается что одна сторона хорошо закреплена 2 вот вы видите болтается что мы делаем отодвигаем тоже перышки отодвигаем чтобы у нас случайно нигде ничего не приклеилась вот эта вся пышность убираем в сторону и вот у нас здесь остается чистая часть которую нам можно заклеить чуть-чуть клея вот туда вовнутрь и прижимаем именно вовнутрь чтобы не получилось что вы закрепили случайно зацепили перья и клей конечно горячий все это склеит и это все будет такими обмотками некрасивыми вот и в этом случае у меня сейчас все хорошо держится следующая перышко у меня будет вот с этой стороны подклеена и вот вы видите здесь у меня получается пустота и я уже тут примере на свои вот этих все хвостики они получаются слишком большие поэтому я беру как бы ленту вот у меня уже подготовлена чуть-чуть подрезаю тоже мне не нужны такие большие хвостики поэтому чуть-чуть я подрезаю вот в процессе работы все это корректируется и также я беру пинцет у меня тут несколько есть вот таких заготовок заранее есть и также я все это дело убираю лишнее и буду делать такие маленькие перышки вот в процессе работы все это невозможно заранее все подготовить и предугадать чего вам нужно будет именно вот данном случае поэтому вот процессе работы все это извините подготавливается вот у меня две вот такие маленькие отрезка и я даже их не закручиваю на пленку хотя можно на 1 сначала так сейчас вот уберу это чтобы заполнить вот эти пустоты которые образовались я просто беру на пинцет и вот так их закручиваю чуть-чуть под углом и получаются вот такие короткие перья и именно вот такими перьями чтобы не закрыть нашу красоту я могу как бы все это дело оформить вот вы видите все закрывается беру клей так лишнее убираю так наношу клей на ленту ой извините ни в коем случае не на перышки и вот так вот подклеиваю нижние перья конечно подклеются но верхние все равно будут вот такие пушистые красивые все вот у нас таким образом все у нас так снова примеряю вот теперь видите уже у меня здесь пустота закрыта можно еще одно сейчас еще раз десять раз все это дело примеряется да еще одно чтобы закрыть маленькую пустоту поэтому помимо всех вот этих которые мы делали отдельно кисточки эти вот помимо этих кисточек я еще вот такие его тела и они мне как бы затем пригождаются так вот сюда вот все у меня будет закрыта и также я наношу клей все это декорировала пальцами не лезем вот прикрыли потом все это можно будет подвинуть если вы захотите что-то где-то прикрыть или наоборот открыть так беру свое перышко снова распределяю так вот весь этот мусор надо постоянно убирать иначе он цепляется за все ой извините зацепил камеру и все у нас да вот все у меня тут с левой стороны с правой стороны мусорник и сразу все туда убирается и вот верхняя перышко у меня даже мне не надо его на вот эту закреплять также мои ножницы вот именно я его просто приклею так отрезаю лишнее прижигаю и все это дело сейчас мы сюда приклеим вот таким образом посмотрите так что мы делаем дальше вот эти перышки отодвигаем чтобы клей у нас случайно на них не попал примерили как вы хотите вот эту приклеить перышки сразу распределяем вот так я укладываю и наносим клей вот на эту крайнюю часть если вам что-то даже мешает можно использовать какие-то клипсы чтобы вы случайно все это не задели и наносим клей вот на всю вот эту часть нанесли клей надо наносить сразу потому что потом у вас уже не нанесется некуда будет его наносить вы можете случайно задеть перья поэтому наносим сразу и приклеиваем даем закрепиться и вот тут у меня осталось пустое место я закрутила одну маленькую на проволоку и вот этот край сейчас буду вот сюда его видите вот мне тут отверстие подпихивать его туда чтобы все это закрепить и затем я конечно отодвину все в стороны чтобы всю вся красота у нас было вот я наношу сюда клей нужно сюда чуть-чуть и вот эту вот прямо пропихиваю туда и вот даю закрепиться не наверх клею здесь у нас будут страза а именно вот туда вот я пропихнула и теперь можно вот так распределить стороны вся красота у нас была на виду конечно все это мы еще почистим вот и посмотрите какой у нас красивый получился хвост вот прям такая красота красота вот эту деталь я буду приклеивать на крыло но прежде я чуть-чуть ее подогну чтобы она у меня села именно на крылышко полностью не просто приклеить а чтобы все края у меня были подклеены примеряю вижу что еще чуть-чуть да вот все теперь у меня отлично наношу клей на филигрань именно на филигрань здесь у нас отверстие поэтому все это может провалиться она филигрань вот наношу достаточно много и даю немного как бы закрепиться клею вот чтобы как я всегда говорю появилась пленочка и затем берем и укладываем сразу примеряю к другому павлину чтобы все одинаково было и вот так располагаю даю закрепиться и пока у меня подсыхает крылышко это у меня будет хохолок я отрезала вот примерно два с половиной сантиметра ленты и также распускаю как и все остальное сейчас зацепилась распускаю пока у меня не начинает цепляться вот эта ниточка лишняя убираю сейчас я просто накручу на пинцет вот так ровненько я беру стараемся чтобы не слишком толсто получилось поэтому вот прямо вот так вот утягиваю и вот получился хохолок так теперь тут немножко надо подрезать там конечно же я примеряю но я уже на глаз вижу что мне надо подрезать еще чуть-чуть обжигаю где моя зажигалка вот она зажигалка чтобы ничего не распустилась и приклеиваю можно приклеивать универсальную клеем можно горячим клеем кому как удобно и конечно даю закрепиться даже прижимаю вот так я высыпала сразу и конечно буду сейчас декорировать не забываем приклеить глазик я беру средний страз наношу клей и средний средний где он средний вот и сейчас я буду декорировать вот эту часть вот здесь у нас еще какие-то открытые места есть их я тоже буду декорировать иголочка стразами поэтому все зачесываю пока вниз потом если лишнее тут можно будет подрезать и начинаю вот с этого краю и буду спускаться вниз наношу клей здесь можно ну я не знаю разного диаметра страза приклеилась вот чтобы скрыть на все по украсить задекорировать все вот эти пустые места поэтому вот так понемножку если мне вдруг клея не хватает я конечно добавляю но все вот эти места надо нам все дело украсить так не с этой стороны удобнее вот так возьму и вот так по чуть-чуть я все украшаю и продолжаю работу вот здесь где у нас пустые места и я все придерживаю чтобы у меня ничего там не не схватилась так держу и сюда вот подклеиваю большой камень и потом немножко я опущусь вниз чтобы задекорировать вот эти все неровности вот сейчас покажу вам вот в этом павлине вот увидите все тут немножко я там спустилась вниз добавляю клей клей добавляю и клею конечно даю чуть-чуть закрепиться тогда в этом случае страза просто сразу цепляются вот и вот так я декорировал вот тут мне нужно страз побольше и вот так медленно уверенно я двигаюсь к цели чтобы все это дело скрыть и работаем дальше извините и конечно не забываем стразину на хохолок нанесла клей и подклеиваю и конечно даю всего закрепиться сегодня я постаралась вам подробно показать и рассказать как задекорировать павлина надеюсь видео вам понравилось было полезным и вы узнали что-то новое и конечно продолжение следует буду показывать новые идеи и где я буду применять все это а на сегодня все творческих идей вам настроения и всего хорошего пока 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 пока